Побывать на необычной встрече желающих оказалось немало, и это вполне объяснимо. Родители, воспитывающие подростков, как никто понимает, период взросления у детей не так уж и прост. Как не допустить ошибку, не упустить что-то важное, как сделать все, чтобы ребенок чувствовал себя счастливым и окруженным заботой и любовью старших. Все эти темы вынесли для обсуждения педагоги учреждения образования. А для начала родителям показали фильм, в основу которого легли реальные события. Лента рассказывала о подростках, которые по разным причинам оказались в местах заключения. Недостаток внимания со стороны взрослых и равнодушие послужили основополагающим фактором в таком развитии событий. В некоторых семьях, даже в благополучных семьях, в которых есть материальный достаток, бывает такое, что дети сыты, обуты, но душевно не обогреты. И, соответственно, начинаются всякие неблагополучные моменты, вроде ухода из дома, невзаимопонимания родителей с детьми. И все, по сути, от того, что нет общения друг с другом. Стать ближе к ребенку с помощью регулярных бесед на самые разные темы – такой флейтмотив фильма, показанного родителям. Нужные слова, сказанные в нужное время, способны изменить ситуацию, уверены педагоги первой школы. Учителей фильм дал почву для размышлений. Сложная судьба несовершеннолетних героев – результат недостатка воспитания. С этой точкой зрения согласился и священнослужитель, выступивший с обращением к родителям. Есть семьи, где у детей есть все. Есть и своя комната, есть хорошие игрушки, есть достаток, есть все то необходимое, что нужно, казалось бы, для этой жизни. Но если человеку не давать внимания, любви и заботы, все это может человек и не оценить. Человек будет искать внимание в других каких-то обществах, субкультурах, он будет искать каких-то единомышленников, таких же людей, которым не хватает обычного человеческого внимания. И там будет все – и грех, там будут и наркотики, и там будет подобный образ жизни. Избежать подобного, конечно, можно. Взяв во внимание чужие ошибки, родители должны более серьезно отнестись к волнующей теме. Пришедшие на встречу родители почерпнули для себя немало полезной информации, которая пригодится им в будущем при общении с детьми. Правильное воспитание – залог успешного будущего. В этом в очередной раз убедились родители подростков. Дополнительное напоминание того, что действительно ребенку нужно уделять внимание не когда есть время, а ежедневно. Я считаю, что такие мероприятия нужно делать чаще, потому что лично мое мнение, что я думаю, что родители, которые мало уделяют детям внимания, просто сюда даже не пришли. Сегодня вы придете домой. Скажете своему ребенку о том, как вы его сильно любите? По крайней мере, слова «не сейчас не скажем», которые прозвучали в концовке собрания. Мне кажется, я каждый день говорю ребенку, что я его люблю. Я не знаю, но каждый день обнимаю его. Это же ребенок.